изнутри то есть мы сегодня будем учиться генералить напишите сколько раз в неделю в месяц вы делаете уборку свое и в своей квартире вот сколько раз вы делать уборку сегодня мы поговорим о другой уборки может быть вы уже делали такой вид уборки может быть никогда не делали это генеральная уборка в теле если я один раз в день в жизни вашей вас убедю это делать и вы начнете это делать хоть изредка хоть иногда уже по-другому совсем вы будете функционировать да на вопросики на все отвечу и так я зациклена я не знаю почему может быть потому что хочу всегда быть молодой и красивой на теориях антистарения потому что я уверена что вот я всегда привожу так пример я уверена что если за вещи ухаживать то вещь служит дольше у меня пример такой вот я тогда его не поняла сейчас прям понимаю ну помните те времена когда были видео проигрыватели и нужно было купить кассету вставить в видео проигрыватель и посмотреть фильм вот и вот у меня был друг который покупал дорогущие только лица лицензионные кассеты ам и у него единственного из нашего окружения вообще был этот видео магнитофон и мы каждые каждую пятницу молодые тащили ему разные уже затрёпанные видео кассеты чтобы сунуть в его видео магнитоон и посмотреть но он не позволил нам ни разу засунуть туда во первых не лицензионного вторых не новую кассету вы сотрете мне головки он что-то там такое говорил вот потому что он думал что он будет пользоваться этой вещью весь остаток своей жизни он очень сильно берег эту вещь эта вещь очень быстро вышла из моды я думаю что она до сих пор стоит в идеальном состоянии потому что ей правильно пользовались и я тогда смотрела на него и думала почему вот тут же вот тут же некоторые люди вот рядышком прям вот совсем рядом так а похабно относится к собственному мышь не видео магнитофон согласитесь да мы очень сложная система почему почему мы иногда так похабно относимся к собственному телу движут девочки пишут я раз в неделю убираю да да я тоже стараюсь как раз неделю так вот теория старения как как выглядит вот представьте себе вы состоите из 30 триллионов клеток друзья так оно и есть вы состоите из 30 триллионов клеток из них каждый день естественным путем отмирает около 1 миллиарда клеток вы думаете их хоронят вы уверены вы это видели нет их не хоронят вот как она сдохла эта клетка вот там включается разные протеазы которые мы будем с вами использовать в программе и так далее чтобы разобрать чтобы этот труп разобрать и когда клетка умерла вытекает ее цитоплазма и это цитоплазма так как клетка умерла ну не от хорошей жизни да ладно от старости но вообще-то нет хорошей жизни содержит большое количество токсических веществ и это все попадает в жидкие среды а это значит межклеточное пространство потом дай бог лимфа а потом дай бог если дойдет венозная кровь а потом дай бог если пройдет все это дело через печень уловится и вы выписите с мочой дай бог чтобы она хорошо выводилась или вы какаете с какашками дай бог чтобы не было запора смотрите сколько сколько допущений и мы в каждом моем допущении а я пропустила 100 допущение все про практически вот если мы везде подстелим так скажем соломки ага так дальше иммунная система она не дремлет то есть каждый день ваша иммунная система кого-то убивает клетка которая ошиблась вот например каждый день нашим теле рождается примерно 7-12 злокачественных клеток но мы же не заболеваем раком нет потому что иммунная система для нее это учебная тревога а вижу злокачественную клетку и я вижу ты или я ну давай ты сегодня все и готовят ты киллер который идет и убивает и опять с обломками этой клетки нужно чтобы кто-то справился хорошо ладно не иммунная система а вирусы бактерии вы думаете что вы стерильны нет так эти вирусы и бактерии да иногда они за нас но очень часто они против нас и погибает часть тканей особенно если у вас есть хоть одна хроническая хрунь болячка погибает частично ткани и это тоже нужно чтобы кто-то убрал я молчу уже о том что мы пьем чем вообще мы дышим какие продукты питания попадают на желудочно кишечный тракт это отдельная тема у меня в системе старости нет прям целый блок есть называется потребительская грамотность чтобы человек в рот хотя бы не засовывал то что не надо что присутствовало вообще в его организме потому что ну как бы это вообще нет ни неорганика вот ну и ладно там и и всякие эндотоксины стресс вредные привычки ваше неправильное питание ваше не до переваривание пищи в результате чего образуется было вроде бы пищи да вы даже нормальная даже ресторанная или ваша с любовью приготовленная домашняя ну в общем хорошая пища но у вас не хватило ферментов и это получается гниющий или бродящий комок пищевой вот вам токсины не надо я не обязательно жить к какой-нибудь промышленном городе достаточно просто иметь сбой по перевариванию пищи и вы более грязно чем соседка при том при что при всем что и вы и ваша соседка делает чистоту в доме а давайте подумаем что внутри и вот это вот все что я перечислила но не все конечно больше это приводит к тому что происходит нарушение этого внутреннего постоянства внутренней среды гомеостаза и соответственно клетки функционируют все хуже и хуже но к счастью с этим можно работать вы можете снизить грозу градус интоксикации в собственном организме